В Самарской области с 18 по 29 марта проходит первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Самарская полиция призывает жителей города не оставаться равнодушными и сообщать обо всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в ближайший отдел полиции или по номеру 102, информирует телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Первый этап благоустройства парка «Молодежный» прошел в 2022 году. Здесь появились дорожки для бега и катания на велосипеде, релакс-зоны с гамаками, столы для настольного тенниса, площадка для игры в питанг. Также в парке высадили почти 2000 деревьев и кустарников, напоминает телеграм-канал промышленного района. В прошлом году в парке восстановили озеро и благоустроили прилегающую территорию. В этом году пройдет обновление оставшейся части парка. В этом году в Самарской области рейтинговым голосованием будут охвачены 12 муниципалитетов. Подведены итоги городского открытого конкурса «Самара-маслены. Гости и дорогая». Жители Самары изготовили порядка 180 ростовых кукол. Работы были представлены на площади Куйбышева во время проведения масленицы. Профессиональное жюри определило победителей в следующих номинациях. Традиционная обрядовая кукла, обрядовая кукла, современный взгляд, эко-кукла из экологически чистых природных материалов. В рамках года семьи отдельно были отмечены лучшие маслены, изготовленные вместе со своими родными и близкими. Кто стал победителями, рассказывает телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. КОНЕЦ